Противоречит конкуренции и почему Киев требует компенсацию за строительство Северного потока, 2 и Турецкого потока. 10 января 2019 года, 17 часов 37 минут Надежда Алексеева, украинская сторона подала новый изб Газпрому на 12 миллиарда долларов за отказ продлить контракт на транзит газа и за строительство Северного потока, 2 и Турецкого потока. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Кабалев. Киев готов отказаться от этих претензий в обмен на заключение нового транзитного контракта на своих условиях. Эксперты полагают, что требования Украины абсурдны, поскольку идут вразрез с принципами свободной конкуренции. Как отмечают аналитики, Киев в данном случае действует в интересах США, которые пытаются помешать строительству новых газопроводов из России за рубеж. Кроме того, по оценкам специалистов, обсуждать дальнейшее сотрудничество в энергетической отрасли нет смысла, пока на Украине не прошли выборы. Украинская газкомпания «Нафтогаз» подала новый иск против российского «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд с требованием выплатить 12 миллиарда долларов в качестве компенсации за снижение стоимости активов компании в результате строительства российской стороной газопроводов в обход Украины. Об этом рассказал накануне генеральный директор «Нафтогаза» Андрей Кабалев в эфире Украинского пятого канала. В «Нафтогазе» уверены, что после того, как трубопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток» два будут достроены и введены в эксплуатацию, украинская газотранспортная система упадет в цене. При этом в Киеве готовы отказаться от исковых претензий, если Москва согласится заключить новый долгосрочный договор на транзит газа через мощности «Нафтогаза». Новый контракт должен быть составлен на базе европейских правовых норм, добавил Кабалев. Также под теме. Киев сам вынудил Россию создавать альтернативы, почему на Украине заявили об убытках из-за «Турецкого потока» на Украине подсчитали предполагаемые убытки от строительства «Турецкого потока», заявив о необходимости поиска иностранных партнеров. Мы говорим российским коллегам, если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, сказал Кабалев. Он также добавил, что украинская сторона уже представила это предложение Еврокомиссии и была услышана. Теперь «Нафтогаз» готов поднять этот вопрос на переговорах с коллегами из «Газпрома». Цель простая – сохранить транзит по территории Украины, подчеркнул Кабалев. О новом иске «Нафтогаза» на сумму 12 миллиардов долларов против «Газпрома» из-за запуска «Северного потока-2» еще в октябре 2018 года заявлял коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. Это как раз сумма, которая отражает ущерб Украине, если будет построен «Северный поток-2» и мощности украинской ГТС не будут применяться, заявил тогда представитель «Нафтогаза». Медицинский факт эксперты сомневаются, что суд примет к рассмотрению этот иск «Нафтогаза». По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, требование «Нафтогаза» можно назвать нонсенсом. По этой логике любая компания, построившая новые мощности, например завод или дорогу, должна выплатить компенсацию убытков собственным конкурентам. Естественно, что это противоречит здравому смыслу и принципам конкуренции. Скорее всего, этот иск не будет даже принят к рассмотрению, предположил эксперт в интервью RT. Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По мнению эксперта, руководство «Нафтогаза» воодушевило решение стокгольмского арбитража, который в прошлом году присудил украинской стороне компенсацию за недостающие объемы транзита газа, хотя никаких обязательств в контракте по этому поводу не было прописано. Возможно, выставляя все новые требования, украинская сторона пытается занять более выгодную позицию перед переговорами о продлении контракта, но этот ход Киеву все равно не поможет, он слишком абсурден. «Газпром не брал на себя обязательства всегда обеспечивать «Нафтогаз» какими-то платежами и поддерживать украинскую ГТС», — подчеркнул Гривач. Это далеко не первое исковое требование, выдвинутое украинской газкомпанией к «Газпрому». Между компаниями с 2009 года действуют два контракта, срок действия обоих договоров истекает в конце 2019 года. Первое соглашение касается поставок российского газа украинским потребителям, второе — условий топливных поставок транзитом через украинскую территорию в Европу. В 2014 году «Нафтогаз» и «Газпром» подали встречные иски по условиям выполнения обоих договоров в арбитражном институте торговой палаты Стокгольма, стокгольмском арбитраже. Российская сторона потребовала от Киева выплатить просроченную задолженность на поставленный газ, на тот момент долг составлял около 4,5 миллиарда долларов, речь идет о штрафных санкциях против украинской компании за недобор топлива. В контракте от 2009 года на поставки газа был заложен принцип «бери или плати», согласно которому покупатель гарантирует оплату определенного объема поставок вне зависимости от того, был ли он выбран полностью. С 2015 года «Нафтогаз» прекратил закупку газа по действующему договору, перейдя на реверсные поставки из Европы. Отказавшись от выполнения обязательств, украинская сторона подала иски против «Газпрома» с требованием пересмотреть цены на топливо и тарифы за транзит задним числом, а также отменить заложенный в контракте запрет на перепродажу поставленного газа. Кроме того, «Нафтогаз» требует, чтобы «Газпром» выплатил компенсацию за убытки по транзитным поставкам. В начале 2018 года стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза» по транзитному спору, обязав компанию выплатить украинской стороне 4,63 миллиарда долларов, но так как в конце 2017 года суд обязал Украину выплатить российской стороне порядка 2 миллиарда долларов по договору о прямых поставках газа за 2014 и 2015 годы, итоговая сумма присужденных «Нафтогазу» средств составила 2,56 миллиарда долларов. Также по теме, понимают, что проект уже не остановить, «Нафтогаз» приступил к реализации плана «Б» из-за «Северного потока», 2 «Нафтогаз Украины» приступил к реализации плана «Б» в связи со строительством «Северного потока», 2. Об этом заявил главный. «Нафтогаз» попытался взыскать эту сумму через арест собственности «Газпрома» в европейских странах, однако в июне прошлого года апелляционный суд округа Свея, Швеция, приостановил исполнение судебного решения и арест активов российской газкомпании. Со своей стороны «Газпром» инициировал в марте прошлого года процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» и на поставку, и на транзит газа. Соответствующий иск был направлен в арбитражный суд Стокгольма. Сейчас главный вопрос заключается в том, подпишут ли российская и украинская компании новый договор о транзите газа. Пока «Нафтогаз» занимает чрезвычайно агрессивную позицию, в июле компания подала еще один иск против «Газпрома» на сумму 11,58 миллиарда долларов. Украинская сторона требует задним числом пересмотреть транзитные тарифы, ссылаясь на изменения на европейском энергетическом рынке. По мнению экспертов, хотя руководство «Нафтогаза» требует, чтобы Россия сохранила транзит газа через украинскую территорию, именно своими упорными действиями Киев вынудил «Газпром» активизировать строительство новых газопроводов. Украина сделала все для того, чтобы «Газпром» начал создание альтернативных каналов поставок газа своим европейским потребителям. Это, если можно так сказать, медицинский факт, уверен Алексей Гривач. Информационные выпады по итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль «Нафтогаза» упала на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такая статистика была ранее представлена Министерством экономического развития Украины. Руководство компании прогнозирует трудности и в 2019-м, как написал Андрей Кабалев на своей странице. Фейсбек. Как заявили ранее в «Нафтогазе», на поддержание работоспособности системы в нынешнем состоянии требуется знак доллара 200-300 миллионов в год. Такие оценки были получены в результате аудита. По словам главы «Нафтогаза», выделить такие средства из доходов от газового транзита можно, например, по итогам 2017 года ГТС принесла компании прибыль 3 миллиарда долларов также по теме. Масштаб катастрофы представить сложно. На Украине может начаться массовое отключение отопления этой зимой. На Украине целые города могут остаться без тепла. Национальная комиссия страны по регулированию в сфере энергетики и коммунальных. Однако вместо того, чтобы вкладываться в ремонт инфраструктуры, руководство «Нафтогаза» анонсировало привлечение иностранных инвестиций. В декабре 2018 года Андрей Кабалев рассказал в эфире украинского радио НВ о переговорах с некой американской компанией о миллиардных инвестициях в ГТС Украины. Впрочем, эксперты подвергли это заявление главы «Нафтогаза» сомнению. Модернизация ГТС может не окупиться, если Киев не сумеет договориться с Москвой о продлении контракта о транзите газа. Но пока к этому нет никаких предпосылок, украинская сторона продолжает демонстрировать недоговороспособность, пытаясь диктовать России свои условия в ультимативной форме. Между тем, в следующем году «Газпром» сможет запустить два канала поставок газа в обход Украины. Строительство «Северного потока-2» будет завершено к концу 2019 года, равно как и прокладка газопровода «Турецкий поток». В декабре 2018 Анкара приступила к строительству наземного участка магистрали. Работы будут завершены к концу года. Впрочем, даже после ввода этих газопроводов в эксплуатацию доля транзита может сохраниться за Украиной, эксперты говорят о 10-15 миллиардов кубометров в год. Напомним, в 2017 году объемы газового транзита на этом направлении составили 93,5 миллиарда кубометров. По мнению Вячеслава Кулагина, «Газпром» заинтересован в том, чтобы поставлять через Украину газ отдельным европейским клиентам, не имеющим выхода к альтернативным каналам поставок, например, потребителям в Молдавии и Приднестровье. На конструктивные подвижки в переговорах с Киевом можно рассчитывать только после того, как на Украине закончится президентская кампания. До тех пор все будет сводиться к спекуляциям, считает эксперт. По мнению Кулагина, многие нелогичные шаги украинской стороны продиктованы не практическими, а политическими соображениями. Критика России стала для украинской элиты стандартом мышления, эта борьба приносит политические дивиденды как на внутренней, так и на внешней арене, пояснил эксперт. Например, Киев отчасти подыгрывает Вашингтону, который хотел бы помешать поставкам российского газа в Европу из собственных соображений, чтобы нарастить свой газовый экспорт. Поэтому игра и продолжается, даже когда всем ясно, что политика Киева провалилась. Похожей точке зрения придерживается и Алексей Гривач. Как пояснил эксперт, в своих ультиматумах Киев порой ставит под угрозу собственные интересы. Так, переход на европейские нормы, на которых настаивает Нафтогаз, как раз в первую очередь не выгоден самой Украине, которая хотела бы заключить с Россией эксклюзивное соглашение. Впрочем, до завершения президентской кампании на Украине говорить о будущем этих контрактов все равно не приходится, уже ясно, что новые власти могут с легкостью дозавуировать любые договоры. А сейчас Нафтогаз просто совершает информационные выпады, подытожил Гривач.